в детстве цветные яйца казались вкуснее ну конечно это же целое приключение открываешь оно еще немножечко голубым подсвечено подкрашено каркаде и куркума может быть яйца нужно красить с помощью каркаде и куркумы точно точно и вот жалко что я не люблю каркаде могли быть бы красные яйца как здорово я догадалась я все время вас смотрю для настроения вот это новость я рада я рада что вам новость это понравилось потому что новость правда хорошая я честно но не могла оставить такой праздник без своего внимания он очень приятно связан с весной и честно скажу вот когда мы еще немножечко добавляем своих стараний для того чтобы сделать этот праздник более насыщенным более осознанным как сейчас принято говорить он становится еще более радостным то есть нельзя проходить мимо таких дат с равнодушием обязательно нужно и не просто помнить не просто праздновать а наполнять действиями начинать подготовку и ведь детям очень радостно от этого очень радостно когда они видят что дом преображается что у них игры становятся новыми другими что они не просто допустим пирамидку собрали или какую-то отвлеченную на отвлеченную тему раскраску раскрасили а в тему нового года если у нас новый год в тему пасхи если пасха я считаю это очень хорошо здравствуйте расскажите о правильном порядке пользования курсом beginner как правильно организовать урок ребята вы меня видите кто меня видит пишите скорее видите у вас сердечки пошли вы знаете позвонил сейчас неожиданно классный руководитель я минуту даже не минуту пару секунд колебалась сбросить звонок или ответить но поскольку она никогда не звонит значит что-то было срочно я решила ответить что была за срочность у нас класс руководитель ведет предмет труды и николе это единственная которая не отправила фотографию поделки в школе у нас труды проходят только в виде крафтов в виде поделок нет у нас разделение на труды для мальчиков и труды для девочек девочки не готовят мальчики не мастерят потому что настолько школа переполнена учениками что все кабинеты отдали под какие-то другие предметы и не осталось места просто под кабинеты труда и вот она сейчас позвонил мне сказала вы у нас единственный который не сделали поделку но я на николе это честно не наседаю потому что она сама настолько ответственная волнительная она переживает если вдруг что-то она не успела не сделала я по этому себе говорю релакс релакс take it easy ну и в общем видимо перестаралась что даже труды мы не сделали так расскажите о правильном порядке пользования курсом beginner расскажу вы в первую очередь открываете ну открыли первый блок и смотрите у нас там есть разные документы разные папочки вы берете сначала документ который называется course plan это значит план курса это самый главный документ вы открываете и у вас написано день один видео рекомендованное с ютуба такое то это значит вот эти ролики вам нужно сегодня посмотреть утром и вечером вы смотрите эти ролики утром и те же самые вечером повторять очень важно далее здесь же идет в этом же документе устный урок количество 100 уроков например 2 устный урок один тык-тык-тык-тык-тык сценарий аудио к нему прилагается видеообразец к нему прилагается это уже в папке maria's video видео от марии и вы потом сценарий прочитали сначала ролики с ребенком посмотрели ага урок устный такой посмотрели как по марии проводят сценарий прочитали и провели и сделали то же самое а сейчас постепенно у вас у всех у кого стоит приложение на курс beginner для системы айос у вас постепенно вот в ближайшие дни будет проходить обновление и вы увидите замечательные изменения это еще одна замечательная новость теперь у вас будет такое же деление материала какое у вас было на платформе для пробного блока когда вы видели только дозу дозировку на один день то есть не сразу план всего курса и всего блока а ровно открывается день 1 ролик такой тык посмотрели урок такой тык прочитали все день закончен галочки появляются когда вы этот материал просмотрели постепенно смотрите у вас скоро произойдет это обновление ольга я лама вижу ваше сообщение я очень рада супер очень кстати цена да цена пасхального блока 350 рублей у меня честно такой цены никогда не было ну и хорошо так и должно быть когда он выйдет завтра и завтра же надо начинать завтра я вам сразу говорю там все очень просто очень доступно справиться мама с любым уровнем языка начинайте завтра не затягивайте я в прям сейчас вам сразу даю такой настрой потому что там четко рассчитано что на четвертый день в субботу у нас будут уроки по покраске яиц элементарный сценарий который вы сможете легко воспроизвести вот так вот одним глазом просто заглядывая сценарий но для ребенка это будут еще новая часть языковой карты фундаментальные знания структуры грамматика вот эти все фразы это же все впечатывается ребенку в память поэтому прямо завтра в обед ну и утром в принципе то мы все сидим давайте утром обед максимум вечер но лучше в обед начинаем чтобы к субботе уже отмечать друг друга в stories и показывать свои цветные яйца мы по рождественскому блоку который приобрели у вас два месяца занимались все хотела поблагодарить и сказать спасибо я очень рада здорово так нет ли моей книги на майбук я не знаю но вот предыдущий комментарий заказывали через май шоп может это то же самое ребенку 6 половиной два года назад занималась в группе хотим заниматься с носителем вообще носитель конечно это дело хорошее и если вы можете позволить себе такие занятия то очень хорошо и я бы хотела чтобы мои ученики my english baby в определенный момент пришли к такому общению к общению с носителем потому что конечно ребенку нужно общаться с разными людьми но посмотрите носитель это дело хорошее но нужно так аккуратно к этому подходить если ребенка нет базы и он английский не понимает и носитель у вас ваш просто это носитель который не владеет методикой либо думает что владеет я просто очень много носитель уже видела и интервью проводила в качестве преподавателя для клубов не любой носитель подойдет оптимально брать носителя когда у вас ребенок уже все знает он уже имеет языковую карту он понимает все мультики и ему просто нужен товарищ для общения вот тогда носитель вот просто вот так подойдет на начальных этапах это очень и очень все шатко и по большому счету это просто трата ваших денег и времени потому что 99 99 процентах случаев не умеют носители заниматься я сейчас расскажу какие типы носители есть первый тип это родители хотят погружение для ребенка они вы погрузили на час носитель не закрывая рта что-то там все это час весь разговаривал ребенок ничего не понял ему не за что зацепиться вот эти структуры грамматические они не просвечиваются в речи когда она вот такая вся накрученная и слишком беглая вот речь носителя это первый момент вроде бы хорошо носитель говорит красиво и много но для ребенка это все пустой звук форточку он должен знать структуры основные базовые вот эти фразы должен иметь лексику нельзя просто так с ним говорить разумеется когда-нибудь если он будет непрерывно сколько-то лет это слушать да он начнет понимать но сколько будет времени потрачено гораздо короче и проще сделать по-другому когда вы дозированно общаетесь и ваша речь структурированная это первый тип носителей второй тип носителей когда они знают русский зараз такие и начинают смешивать русский с английским активно использовать русский на занятиях это то же самое что просто русский педагог который также мешает языке мы занимались так с носителем китайского жаном 85 процентов было русского и несчастных 15 китайского кое-где кое-где ну бросили разумеется и третий тип носителей который разговаривает с ребенком понимает что он разговаривает с ребенком иностранцем что ребенок ничего не знает и он настолько свою речь не то что упрощает а делает его примитивный и не дает ребенку структур дает отдельные слова и натаскивает на повторение поэтому носитель это очень и очень такое дело щепетильное тщательно нужно отбирать так мария не ослышалась блок пасха 350 рублей да да татья 350 рублей завтра появится на сайте завтра на сайте будет ли блок 9 мая в этом году нет я все силы пустила на пасху и нет 9 мая нет но вообще конечно праздник значительный возможно к следующему году так пасхальный блок имеет срок годности нет конечно не имеет у нас ничего срок годности вы покупаете пользуйтесь сколько угодно так ага вижу читаю в успехах ребенку а не 10 лет а сын усваивает быстрее чем я в 10 раз стараюсь повышать свой уровень чтобы не отставать от сына спасибо за курс очень качественный подробный я очень рада вы с этими разговариваете только на английском нет еще на русском и испанском так а что будет в блоке пасха какой там состав разумеется в блоке пасха еще раз повторю будут ролики которые составлены по принципу бусин на нитке это значит что ребенок будет понимать их содержание с первого раза с первого прослушивания просмотра у него будет 100% понимание то есть на моей методике все эти блоки разумеется я построила все эти видео видеоролики тема роликов пасхальная рождественские пасхальный зайчик покраска яиц поделки к пасхе 30 разных активитис на логику продолжи ряд и все материалы между собой взаимосвязаны ролики тексты для устных занятий которые вы сами будете проводить я старалась сделать их сделать их очень простыми чтобы все 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 буквально с самого нуля могли их провести и чтобы мимо кого этот праздник не прошел мимо не мимо ну в общем вы меня поняли ну то есть это не набор материалов такой хаотичный хочу это возьму а хочу не возьму а это зачем а может и не надо все продумано как всегда все четко идем последовательно по плану выполняем то что написано все это по силам и достигаем замечательных результатов и сейчас же опять же дни то у нас в основном то у всех домашние будет чем занять так скажите мы покупали ваш курс в семнадцатом году сейчас он отличается да конечно появился большой раздел с видео там где я провожу все устные уроки в предыдущей версии у вас были только ролики и тексты сценарии а в новой версии к сценариям добавились еще все видео где я Николетта или мы с ней вместе проводим эти уроки так вот уже вижу у кого-то обновился курс бигинер на приложении в восторге здорово так спасибо большое за курс пасхи очень ждала подскажите как быть если ребенку очень понравилось смотреть видео с ютуба рекомендованное постоянно требует их включать не повлияет ли это на восприятие самих роликов по курсу но здесь да нужно посмотреть если он уже отказывается смотреть ролики в пользу ютуба то это не очень хорошо потому что ютуб он закрепляет в том случае если вы посмотрели заложили базу по роликам а вот ютуб это закрепил и немножечко расширил но если вы ролики не смотрите то это только развлечение поэтому возможно даже вам сейчас надо ютуб не показывать скажите поломалось работают только ролики ребенку 9 лет подойдет конечно для начинающих пасха подойдет конечно где можно купить пасхальный блок завтра завтра появится на моем сайте будет стоить 350 рублей на сайт переход по ссылке в шапке моего профиля но завтра зайдете там уже сразу будет первым пунктом стоять купить пасхальный блок так я нашла вашу книгу на wildberries да она там бывает периодически можно ли купить пасхальный блок если пока не купили курс beginner да конечно и заодно посмотрите как работает моя методика примите решение о том когда вам продолжать по beginner заниматься протест на испанский после английского так как непонимание и не может общаться английский свободный как быть а вы как испанский водили по моему курсу или как-то по другому просто испанский курс он так же расписан как и английский все по бусинам все должно быть понятно хотим купить beginner сколько стоит 6,5 лет а beginner стоит 8300 рублей длится полгода так если Лена мама Сони спрашивает как вы считаете есть ли принципиальная разница между занятиями с носителями в реальности и в онлайн в реальности честно лучше что говорить сто процентов лучше мы пробовали так заниматься вообще в нашей жизни носителя очень мало с детьми очень мало просто ну вот как-то не складывается честно скажу с носителями у нас был хороший носитель Ю Чен после того как прошел у меня обучение я вам показывала как нужно заниматься да очень хороший был товарищ а вот онлайн как-то не получается по крайней мере если ребенок маленький у него нет такой сознательности не любой человек может увлечь жаном я пыталась тоже подключить носителя онлайн но ему не интересно и человек через экран вот не может он не по седу зацепить так а на пасху будет какой-то марафон материал будет завтра на сайте появится так во сколько начали вводить китайский в два года у жана с рождения шло два языка русский и английский в два года у него было стопроцентное понимание обоих языков и подключили китайский но занимались всего полгода потом Ю Чен уехал затем мы пытались найти другого носителя была девушка и она занималась в группе и когда мы пришли первый раз и жан был один просто не пришли другие ученики и замечательно так прошло занятие он уже полгода занимался с Ю Ченом у него было понимание китайской речи и педагог конечно была в восторге что он все понимает а если чего-то он не мог сказать или не мог что-то чего-то понять то он спрашивал по-английски ему было два с половиной года на тот момент и он у китаянки понимает что это не русский человек но если не русский значит какой попробуй-ка английский и он с ней общался на английском и конечно привел ее в полнейший восторг и я тоже была очень довольна ну на следующий урок пришли другие дети еще трое и все педагога как подменили в первый раз она говорила полностью по-китайски потому что видит что идет отдача а когда же пришли дети конечно у них нет такого не было такого понимания не было такого уровня ну и что проще всего ну что самое простое для педагога переключиться на русский и добавлять что это а где мой я не помню как будет тигр но это был пример с тигром а где твой какое-то там слово китайское а вот мой а вот и вот все в таком духе построено как вы думаете эффективно ли общение с детьми носителями конечно только если это реальная игра вот если это онлайн да это еще и ребенок но проблематично потому что дети это дети все таки сыну 1 и 9 начинаем пятый блок бигинера в уроке wear sleepy нужно раздеваться перед сном надеть пижаму лечь спать в кроватку но сын не спит в кровати и пижаму не носит все что вы не можете проиграть самостоятельно в ваших ситуациях реальных вы просто переносите это на игрушки игрушки ваши будут надевать пижаму укладываться в кровать вот еще вопрос такой у меня был в сторис в директ мы сейчас не ходим на площадку в связи с карантином как же нам провести этот урок ведь он у нас по плану в курсе бигинер в пятом или шестом блоке у нас идет тема детская площадка перевески качели карусели как провести как провести если вы не ходите на площадку очень просто берете кастрюлю и эта кастрюля будет каруселями берете шарф сажаете на него куклу раскачиваете это качели возьмите поднос или какую-то линейку прислоните вот так к дивану вот вам горка и все если конечно вы с бухты барахта вот это будете делать ребенок не поймет но вы же сначала посмотрите ролик из курса и ребенок услышит что такое видит что такое слайд сисо раундабаут и вы просто на игрушках на кастрюлях и линейках проведете этот урок просто немножечко фантазии проявите или меня спросите добрый вечер с какого возраста можно заниматься по вашим блокам основное направление конечно это курс бигинер он с годика с полутора и когда вы начали заниматься по курсу бигинер вы идете идете по нему и вот праздник предположим пасха вы приостанавливаете курс бигинер переключаетесь на блок пасха идете дальше дошли в июле едете на море как здорово приостанавливаете курс бигинер переключаетесь на спецблог summer holidays летние каникулы потом декабрь опять же приостанавливаем бигинер и подключаем Christmas и вот таким образом у нас получается если мы берем бигинер 6 месяцев интермедиат 4 и 20 и 20 и вот эти еще специальные блоки то есть это уже больше года занятий как и где купить пасхальный блок завтра на моем сайте он появиться будет стоить 350 рублей оплату карты приходит на емейл ссылка да и есть же еще спецблог пять чувств это вообще просто честно конфетка пять чувств ну он очень серьезный по грамматике По структурам, в принципе, по понятиям, это очень глубокий, серьезный блок, но подача языка очень легкая. Вот его я очень-очень настоятельно рекомендую вам, если вы прошли уже где-то 6 блоков курса Beginner, сделайте перерыв на 5 чувств. Это наслаждение, настоящее наслаждение, свежая струя и вот просто прокачка, настоящая прокачка. И там причем еще 2 уровня сложности в этом блоке 5 чувств, то есть он долгоиграющий. Вы сначала пройдете его на первом уровне сложности, это уже можно делать после 5 блока, попробуйте даже после 4, потом какое-то время пройдет и вы еще раз к нему вернетесь уже на второй уровень сложности. То есть тот же материал, но он напомнен по-разному. Грамматически более простая грамматика, либо более сложная. Будет ли продолжение испанского? Да я думаю, будет. Пока, правда, я этим не занимаюсь. Так, где искать дополнительные блоки? Я сейчас вам закреплю мой сайт в комментарии. Вся информация там. То есть, смотрите, вы зайдете на сайт, вот он, myenglishbaby.ru, вы заходите и у вас, так, сейчас могу закрепить, вы заходите на сайт и там будут какие разделы? Попробовать курс, предположим, это курс Beginner. Все курсы. Есть раздел «Все курсы», и вы заходите, там есть Beginner, Intermediate, Advanced, Newborn, это для новорожденных, если мама всегда мечтала по-английски с рождения говорить, испанский. И будет еще вот эта вкладка шестая, спецблоки. Вот вы заходите в спецблоки, и там у нас и Рождество, и Летний Каникулы, 5 чувств, и Пасха там же будет. Но завтра будет прямая ссылка из шапки профиля. Так, сколько стоит курс 5 чувств? 1200 рублей. Хочу купить курс, подойдет ли для ребенка с 7 лет и малыша полтора года? Да, да, и тому, и другому ребенку курс Beginner подойдет. Только единственное, у вас будет, наверное, разный темп. Малышу нужно будет идти чуть медленнее, а ребенку постарше? Не скажу, что все всегда чуть побыстрее, только если первый блок. Вот максимум второй блок, вы пройдете чуть побыстрее. Причем, уделяя внимание повторению. Помните о том, что каждый ролик и каждое устное занятие минимум должно пройти 3 раза. Минимум. Чем больше, тем лучше. То есть, повторяйте активно, чувствуйте ситуацию, располагает. Снова что-то сказать, то, что вы можете сказать по-английски. У вас это было в курсе, снова говорите. Вот именно так и нужно заниматься. И у вас постепенно складывается такая, знаете, незменная база того, что вы можете и говорите по-английски. Мойте руки, наливайте воду, чистите бананы, чистите зубы, укладывайтесь в кровать, выбирайте книгу. И вот если каждый день вы будете это проговаривать, уже на автомате, потому что у вас это уже много раз проходило, у вас уже будет незменных 15 минут в день английского. И это колоссально просто. Колоссально. Если каждый день 15 минут у ребенка живой речи английского, да это подарок просто, роскошный подарок. И если вы еще будете раз в три дня новое чуть-чуть добавлять, ну вот они, результаты космические. Будет ли скидка, если купить пять чувств и Пасха? Нет. Пасха будет 350 рублей, поэтому... В общем-то и так уже совсем немного. Если ребенку два с половиной года, пишет Юля, и он на русском говорит очень мало, можно ли начать английский учить? Да, можно и нужно, но вот тут я прямо говорю, четко и определенно, только по моему курсу. Почему? Потому что он логопедический. И он, вся речь мамы по курсу «Бегинок» построена именно так, как с ребенком говорит логопед, когда он хочет вывести его на речь, когда он хочет заложить основные понятия. Вот именно так нужно разговаривать. Внимательно слушать аудио и внимательно тщательно все повторять. Вот эти все интонации, паузы, высоту голоса, все повторять очень аккуратно. И вы увидите, что у ребенка будет прогресс. Он начнет говорить побольше, и по-русски, и по-английски начнет. Где купить книги для курса «Бегиннер»? Магазин «Умники.шоп» в Инстаграм. Так, если вот ранее покупали курс, переустановили Windows, теперь не могу установить, надо заново, вот любой такой вопрос подобный, его нужно направлять в техподдержку. На сайте у меня есть контакт, указан e-mail техподдержки. Пишите, пожалуйста, туда. IT собачка myenglishbaby.ru Так, с детьми старше 11 лет работаете? Я лично сама не занимаюсь. Дети смотрят видеоролики из моего курса. Если ребенку в 11 лет интересно смотреть эти ролики, интересно эти сценарии проигрывать устные, может быть, с младшим братом или сестрой, может быть, с мамой, может быть, часто еще взрослые дети, они просто все присматривают, они поняли систему, и мама показала, что вот смотри, вот тебе первый блок, ты его смотришь в течение 7 дней, каждый день одни и те же ролики. И он планомерно сам все присматривает, первый день смотрит, второй, третий, на четвертый уже начинает повторять. И к концу 10 дня взрослый ребенок приходит к тому, что он может сказать из этих роликов все. И даже до такого уровня доходит, что может выключить звук и сам проговаривать, по сюжету, по слайдам. Вот уже так ребенок сам себя может обучить, если он не хочет играть. Ну, все-таки разные бывают характеры. Или вам. Ну, вот совершенно некогда играть с ребенком взрослым в кошек-собачек. Вот настройте ребенка на такую работу. Когда у него есть самостоятельность, когда задания посильные, когда постоянно у него идет опора, поддержка в виде видео, и есть вот такой элемент занимательный, то взрослые дети хорошо обучаются и сами. Я всегда, конечно, говорю о том, что нужна живая речь. Нужно с ребенком говорить. Но если складываются вот такие обстоятельства крайние, когда ребенок сам вот не игровой, не играет, и вам совсем некогда, то да, дети обучаются сами, и они могут это сделать хорошо. Главное объяснить им принцип работы. Вот я сейчас рассказала. К концу блока, к концу 10 или 12 дня, чтобы ребенок мог все сказать, то, что он услышал в видео. Остановить и для себя просто все проговорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!